Как узаконить самозахват в СНТ? В данном видео речь пойдет об оформлении увеличения площади или узаконивания самозахвата в садовом некоммерческом товариществе. У многих же собственников загородной недвижимости по фактическому пользованию в границах забора площадь участка больше, чем по документам, и очень часто дополнительные сотки не оформлены должным образом в собственность. Что является фактом самозахвата и за что можно получить штраф или предписание перенести забор или оформить захваченную территорию? Хорошая новость состоит в том, что в настоящее время существуют законные способы оформления дополнительной площади к вашему участку. Есть платные способы, а есть условно-бесплатные. О них я расскажу в данном видео. С вами, как всегда, буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Существует два основных варианта увеличения площади земельного участка. Когда земельный участок еще не отмежован и когда земельный участок отмежован. Проверить, отмежован земельный участок или нет, вы можете по сайту публичной кадастровой карте. Ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео. Если участок не отмежован, тогда при межевании границ земельного участка бесплатно можно увеличить площадь не более чем на 10% от площади по документам. То есть, если по документам участок 8 соток, то увеличить его можно на 80 квадратных метров. Однако, часто даже такое увеличение не пропускают и требуют картографическую основу. И иные документы с целью подтверждения факта пользования земельным участком более 15 лет. Здесь практика неоднозначная. И кадастровому инженеру или собственнику приходится ходить на консультации, жаловаться руководству, обращаться в апелляционную комиссию. То есть, в целом, даже такая незначительная прирезка может вызвать сложности. Поэтому, если вы хотите прирезать к участку дополнительную площадь, то вы должны знать и понимать, что Росреестр с большей долей вероятности увеличение не пропустит. И вы можете потерять много времени и силы. Кто-то скажет, а как же дачная амнистия? На самом деле, дачная амнистия совсем не про увеличение площади земельного участка. И вам в данном случае никак не поможет. Раньше лет 10 назад можно было прирезать 2, 3, 5 и даже 8 соток. Но в настоящее время бесплатно это сделать не получится. Возникает вопрос, а как же тогда узаконить часть земельного участка, которая не узаконена? Или как прирезать дополнительную площадь к своему участку? Ответ. Существует законный способ, а именно выкуп у государства. Земля ведь муниципальная. Брать в аренду я бы не советовал, так как вы попадаете на аукцион. Плюс есть ограничения по минимальной и максимальной площади участка. Дальше в этом видео я расскажу еще об одном законном способе, который можно использовать в СНТ. Что вы должны учесть перед тем, как и заниматься вопросом прирезки? Ответ. Для того, чтобы выкупить дополнительный земельный участок, необходимо знать, что 1. Если участок находится у двух и более собственников, тогда участие должны принимать все. Если кто-то не согласен или не захочет участвовать, тогда или договаривайтесь, или ничего не получится. 2. Если не было сделано межевание вашего участка, для начала необходимо его отмежевать, и уже после заниматься прирезкой. Ну и, кстати, тут у вас получится частично увеличить участок на какую-то площадь до 10% от той, что по документам. 3. В результате прирезки образуемый земельный участок не должен быть меньше или больше утвержденных минимальных и максимальных размеров земельного участка. Параметры можно узнать из ПЗЗ. Или же посмотреть в интернете по запросу минимальные и максимальные размеры для участка в СНТ в таком-то районе. 4. Стоимость выкупа зависит от региона. Так, например, в Москве и Новом Москве стоимость выкупа составляет 100% от кадастровой стоимости, а в Московской области 50% от кадастровой стоимости. Соответственно, не забудьте посчитать экономику. 5. Выясните, а что с соседями. Для этого вам необходимо зайти на публичную кадастровую карту, найти ваш участок и посмотреть, свободна ли та часть земельного участка, которую вы планируете перерезать. 6. Посмотрите, провалдело ли межевание земель общего пользования. Это если вы хотите прирезать со стороны дороги и, главное, узнать, как проходят границы между вами и ЗОП. Есть ли расстояние или же границы оформлены вплотную к вашему участку. 7. Если прирезанный земельный участок попадает в охранные зоны и он обременен этими охранными зонами, то выкупить участок не получится. Максимум, что можно сделать, это взять в аренду, но это уже отдельная тема. 8. Вы должны примириться с председателями, если вы с ними дружите, и познакомиться, если вы не знакомы, так как от него тоже могут потребоваться какие-то документы. 9. Ну и еще один важный момент. Ваш участок должен быть у вас в собственности, а не в аренде. К арендуемому земельному участку прирезать дополнительный участок не получится. Только образование и оформление нового участка и далее аренда или выкуп. Возникает вопрос, а что с порядком оформления? Какая последовательность? И какие документы потребуются подготовить? И какие работы необходимо провести? Ответ. Будем рассматривать 4 основных варианта. 1. Когда ваш участок еще не отмежен, и земля общего пользования не отмеженна. И тот же случай, когда ваш участок отмежен, а земля общего пользования не отмеженна. Рассмотрим ситуацию. Земельный участок отмежен, а земли общего пользования нет. В этом случае первое, что необходимо сделать, это подготовить чертеж земельного участка с учетом прирезки, а также с каталогом координат. Данный чертеж вам подготовит кадастровый инженер или инженер-геодезист, который приедет к вам на участок и выполнит геодезические измерения. Далее есть два пути решения вопроса, а именно сначала делаете межевание с максимально возможным увеличением участка в пределах до 10 процентов и после уже занимаетесь прирезкой или же сразу занимаетесь вопросом оформления прирезки по максимуму. И тут есть возможность оформить прирезку в судебном порядке и, что самое главное, выкупать земельный участок не потребуется. Однако за работу юриста и кадастровый инженера заплатить придется. Последовательность следующая. Сначала вы обращаетесь в администрацию с заявлением, а также со схемой земельного участка и координатами на предмет согласования оформления участка по максимуму. Вам откажут и далее обращайтесь в суд для обжалования. В суде важно получить решение суда, в котором будут прописаны координаты вашего участка с учетом увеличения, а также то, что за вами закрепляется в собственность. Участок такой-то площади, той, которую вы оформляете. Данная схема, конечно же, не гарант, так как все зависит от региона, в котором расположен земельный участок. Поэтому лучше проконсультироваться с местными земельными юристами или вашим кадастровым инженером. Вариант второй. Когда ваш земельный участок не отмежован, а земля общего пользования отмежована, и между ними есть земля, которую можно прирезать. Тут схема такая же, как в первом варианте. Или же можно пойти через выкуп. А именно, путем согласования схемы перераспределения границ земельного участка землями неразграниченной госсобственности. Да, именно госсобственности, а не землями СНТ. Дело в том, что если земли общего пользования не отмежованы, то все, что не входит в границ СИЗОП, считается землями государства, и выкупать их нужного государства, а не у председателя СНТ. И вариант третий. Когда ваш участок отмежован, и земли общего пользования отмежованы. Есть возможность часть земельного участка прирезать за счет земель общего пользования. А вот тут уже схема сложнее. И тут необходимо будет разработать и утвердить ПМТ. Глубоко в техническую составляющую я вдаваться не буду, так как это уже после деятельности специалистов. Скажу лишь то, что для реализации данной схемы потребуется участие председателя и администрации. Еще есть одна ситуация. Когда земельный участок крайний, на заднем дворе земельного участка есть земля, которую можно прирезать. Скажу сразу, что этот случай рассматривается по таким же принципам, как и предыдущие четыре. За одним исключением. А именно, необходимо знать или узнать, где проходит граница землеотвода у вашего СНТ, так как от этого будет зависеть возможность оформления прирезки. Идем за межевым планом к кадастровому инженеру. После получения решения суда или после получения утвержденной схемы перераспределения границ участка с землями неразграниченной собственности или же после разработки и утверждения ПМТ подключается кадастровый инженер, который подготавливает межевой план в XML-формате, подписывает свои ЭЦП и на основании которого вносит изменения в конфигурацию и площади земельного участка. И далее уже оформляется право собственности или путем выкупа или без, в зависимости от изначального пути оформления прирезки. Какие же существуют сроки? Общие сроки проведения работ с выкупом или через суд могут занять от 4 до 6 месяцев, если не потребуется сбора дополнительных документов или дополнительных согласований. Рекомендация. Если у вас в границах забора есть неоформленная часть земельного участка, тогда ее лучше оформить, так как земконтроль не дремлет и проверяет подобные нарушения, за что и штраф может выписать. Для Москвы и Московской области заказать услугу на кадастровую работу и консультацию можно по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!